Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия. Кавказская инвестиционная выставка состоялась в центре Минводы Экспо. Форум проводится впервые. Новая площадка предназначена для формирования эффективного взаимодействия между государством и бизнесом с целью развития инвестиционного потенциала регионов России. Это очень важное мероприятие для всей нашей страны, для такого важного региона, как Северо-Кавказский федеральный округ, который имеет огромный потенциал для своего развития. Участниками этой выставки зарегистрировались более 3000 компаний, участников, человек. И это по масштабам на самом деле очень-очень впечатляет. Масштабное событие объединило руководителей федеральных органов власти, все субъекты СКФО и представителей бизнеса. Вопреки западным санкциям против России, открываются новые возможности для регионов, в особенности для Северного Кавказа. Округ получает шанс наращивать импортозамещение. Ключевые моменты представленных проектов говорят об их высоком потенциале. Впечатляет стенд нашей республики. Совсем недавно у вас были с Северо-Кавказом, с коллегами. Что нового за эти несколько дней? Еще раз хотел славу благодарности вам высказать за наше посещение. Для Карачаево-Черкесии это такой импульс. Я вам докладывал по поводу прорывных проектов, по модели экономического развития. В модель экономического развития республики вошли проекты по становлению интенсивного садоводства. Он является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса нашей республики. В модель включены два проекта. По закладке садов интенсивного типа общей площадью 1000 гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью единовременного хранения до 90 тысяч тонн. Проект по развитию зеленой генерации предусматривает строительство четырех малых гидроэлектростанций. До конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще одну малую ГЭС. Особое внимание уделяется туризму. В модель включены два прорывных проекта – развитие туристско-рекреационных кластеров Архизы Тиберда-Дамбай. Их реализация проходит в соответствии с утвержденными графиками, отметил Рашид Тимрезов, и находится на его личном контроле. Цели поставлены и подписаны соглашения. Ключевые вопросы в контексте представленных проектов нашего региона впечатляют. Недавно мы были в Китае даже на них хотим обратить внимание, как они регулируют эту отрасль. И если это посчитаете целесообразным, то думаю, что до конца месяца могли бы представить какие-то соображения в виде небольшой записки. Ну, в первую очередь, все наукоемкие отрасли сегодня нужно максимально стараться развивать. Технологический суверенитет, о котором говорил президент, не достигнут без развития именно таких отраслей. Вы сказали, станкостроение – отлично. Мы были с вами на ряде производств, и на Волкаме были, и на Демате. Везде вот эти технологические нюансы и новинки говорят о том, что нам нужно свое собственное производство развивать. И я очень надеюсь на то, что все получится, в том числе и в Карачаево-Черкесии. В результате осмотра Кавказской инвестиционной выставки дана положительная динамика всего округа. Михаил Мишустин отметил рост промышленности, увеличение объема товаров собственного производства. Были представлены интересные проекты в самых разных отраслях. Многое уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности регионов Северного Кавказа. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня во всех образовательных учреждениях страны были организованы патриотические мероприятия. Занятие в одной из школ Карачаево-Черкесии прошло при участии министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Вторая школа станицы Зеленчукской стала местом проведения разговоров о важном с участием руководителя Федерального образовательного ведомства Сергея Кравцова и председателя регионального правительства Мурата Аргунова. С некоторых пор все линейки в нашей стране проходят под звуки гимна Российской Федерации. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Государственного единства» теперь считается в системе школьного образования важной частью патриотического воспитания подрастающего поколения. Выступавшие перед педагогическим коллективом почётные гости отмечали ценность тех мероприятий, которые в течение всего года проводятся в школах. Знать историю Родины – трагические и героические страницы её истории. Без этого невозможно воспитать настоящих граждан своей страны – патриотов. Юнормейцы станицы Зеленчукской оформили к 9 мая «Окна Победы». Ребята также прошли перед гостями и сверстниками бессмертным полком, неся в руках фотографии своих близких – участников Великой Отечественной войны. Чуть позже состоялся разговор о важном. Темой нынешнего занятия стал День Победы. Сегодня на уроке вы поговорите о героях, поговорите об уроках Победы, потому что, конечно, никогда нельзя забывать, что это страшная трагедия и те планы фашистов, которые фактически вели уничтожение нашего народа. Зачастую уроки проходят в формате лекции, но во время нынешнего занятия у ребят состоялся диалог с наставником. Министр просвещения Сергей Кравцов интересовался у школьников биографией их родственников, которые внесли посильный вклад в общий успех. Тебе почему нравится история? История, потому что мне интересно знать не то, что было, какие-нибудь исторические факты, потому что, как вы говорили, что многие искажают историю, а нам нужно знать именно истину. А вот фотография... Это мой прадед. Прадед, да. Можешь о ней рассказать? Могу рассказать. Этот человек принимал участие все четыре года войны. Ну, он был врачом и спасал раненых под городом Ржев. Чуть позже Сергей Кравцов поделился с журналистами своими впечатлениями от встречи со школьниками. Рассказал, что увидел в глазах учащихся. Вы знаете, неравнодушие. И действительно, ребята помнят своих предков, помнят День Победы. Вообще, в целом, очень важно патриотическое воспитание в школах. Сегодня, когда исполнялся гимн Российской Федерации, вы видели, все дети пели. И проведение акций, и сады памяти, и окна Победы, и множество других акций, в которых участвуют наши школьники. Самое главное, то, что они участвуют, это от души. Это вот неформальное такое участие. Они переживают. Значит, у нас есть будущее. Руководитель Министерства просвещения России также отметил значимость создания школьных музеев, где учащиеся могли бы прикасаться к истории. Не только перелистывать страницы прошлого на теоретических занятиях, но и изучать их с помощью экспонатов. Артур Махцель, Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчуковский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 2, плюс 7, в горах минус 4, плюс 1. А днем 17-22 градусов тепла и местами до плюс 15. В Черкесии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5, а днем 20-22 градусов тепла. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической и современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». В Республиканской библиотеке имени Харимат Байрамукова прошел круглый стол. Встреча трех поколений, посвященный Дню Возрождения Карачаевского народа. Собравшиеся вспоминали тяжелые дни депортации и делились воспоминаниями о том, как проходило восстановление жизни после возвращения на историческую родину. В мероприятии принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Здесь собрались представители трех поколений, которые выступают живыми свидетелями выселения, рождения в ссылке и те, которые появились на свет уже после, на родине. Открывая работу круглого стола, руководитель Республиканской библиотеки Салых Хабчаев поприветствовал всех собравшихся и отметил важность подобных встреч. В свою очередь, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по науке, культуре и образованию Алексей Ганшин поздравил с этим знаменательным днем в истории карачаевского народа и пожелал, чтобы подобные утраты не испытывал ни один народ. Народ вернулся на свою родную родину, значит, на свои земли, полностью восстановился, получил прекрасное образование и сейчас занимает достойное место в развитии нашей республики и в развитии всей нашей России. От души поздравляю всех вас с праздником. Те ужасные депортации буквально всплывали перед глазами тех, кто на мероприятии рассказывал о своей жизни в Средней Азии. Столько разрушенных жизней и судеб людей, которые так и не вернулись в родные края. И мы сегодня с горечью вспоминаем их, отмечали собравшиеся. Представитель поколения, который родился после возвращения на родину и кто принимал участие в реабилитации карачаевского народа, заместитель председателя общественной организации Карача-Ланхал Шагабан Татаргула подчеркнул, что сегодня необходимо уделять особое внимание воспитанию подрастающего поколения и развитию нашего народа. В период с 1957 года, когда карачаевский народ вернулся со Средней Азии, на мой взгляд, выполнен большой объем работ по возрождению карачаевского народа, в промышленности, в сельском хозяйстве, в вопросах культуры, развития, искусства. Значительный рывок сделан. И на сегодняшний день я, недавно наблюдая за большим количеством ученых, докторов наук Карачаева-Черкесии, просто был приятно удивлен тем количеством, потенциалом, который сегодня имеет не только Карачаева-Черкесия, но и карачаевский народ. Наш народ первым встретил карачаевцев. И, безусловно, мы чтим память погибших в тех ужасных местах депортации, отметил доктор политических наук Абуталип Сангрибаев. Боль карачаевского народа отразилась и на нагайцах. Мы, язык у нас почти одинаковый, но не только в этом. Например, по истории мы видим, что когда мы видели, слышали, я тоже слышал, читал, когда возвращались карачаевцы на станции Ураковская, на станции Эркин-Шахар, наши нагайцы встречали их хлебом с солью, нагайским чаем, паурсак, хатлома. Также в Республиканской библиотеке была организована фотовыставка с портретами людей, испытавших насилие в выселении, и выставка книг, посвященные теме депортации. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске стартовал волейбольный турнир, посвященный Дню Победы. Участие в соревнованиях приняли команды из нескольких регионов России и Республики Абхазия. Подробности в сюжете корреспондент Артур Мхце. Этот ставший традиционным турнир можно смело считать международным. В прошлом году девочки из Абхазии приезжали в столицу Карачаево-Черкесии впервые. В их числе была и Маша, у которой от тех состязаний остались приятные впечатления и немало новых подруг. В прошлом году, когда мы приезжали в Черкесск, нас приняли очень тепло. Нам здесь очень понравилось. Мы подружились с очень многими командами, мы нашли общий язык. И даже с некоторыми из девочек поддерживаем связь. Сегодня мы приехали, получается, второй раз. И девочки, от лица девочек хочу поблагодарить за это второе приглашение. Хочу сказать, что уровень, конечно, выше, чем был в прошлом году. И команд, соответственно, тоже больше участвует. И наши девочки тоже показывают лучше результат, чем в прошлом году. Десять команд из нескольких регионов России, плюс гости из Абхазии. Каждый коллектив мог с полным правом рассчитывать на успех в многодневном турнире, посвященном Дню Победы. Следствием основательной подготовки юных спортсменок стали напряженные поединки на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Приезжает та же команда из тех же городов под тем же названием, но состав уже более молодой, так скажем. То есть обновлено. Подрастает новое поколение. То есть следующее. И они уже становятся участницами этих оснований. И таким образом, ну, традиционно есть у нас лидеры на этих основаниях. Ставропольский край всегда является лидером. Например, команда из самого города Ставрополя. Светлоград, Кисловодск – очень сильные города. Ну и традиционно мы как хозяева, нам и стены помогают. Ну и наша команда, она всегда на должном уровне выступает. Целью таких состязаний, помимо определения призеров, можно считать объединение людей вокруг общих интересов. В данном случае вокруг спорта. Наверняка и на этот раз принципиальные соперницы на площадке, вне ее, станут хорошими подругами. Обладатели призов и грамот от организаторов будут определены в конце недели. Артур Мухцера, Солбердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее, с 7 по 12 мая, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Родина» в Станице Преградной пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России Канамата Баташева. Организаторы приглашают всех желающих и любителей спорта поддержать спортсменов. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Всем по 50». Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok